Это уже невозможно, поскольку у всех дома лежат в карманах смартфоны, мобильники, перископы, интернет. Уже ничего нельзя сделать, всё. Поэтому это большое достижение человечества. И люди, в конце концов, сами успокоят тех хулиганов, которые говорят чёрт знает что, пишут чёрт знает что. Потому что когда все будут в интернете сидеть, в социальных сетях, у каждого будет свой инстаграм, будут споры идти в фейсбуке и так далее. То есть люди сами будут влиять на повышение уровня обмена информацией. А остановить нельзя. Цензуру можно газету закрыть, радиостанцию закрыть, телепередачу, телеканалы, интернет как вы закроете, мобильную связь как закроете. Всё уже. Она же беспроводная. Её трудно зафиксировать и как-то так вот затормозить. Это никому не выгодно. Это огромный источник информации. Сегодня дети в детском саду уже имеют возможность общаться с родителями. И их видят, слышат. Мама на работе или папа, а ребёнок разговаривает с ним. И родители видят ребёнка. Поэтому уже нельзя ничего делать. Пусть будет интернет. Дальше развиваются все эти информационные новые системы. И воздействовать нам всем друг на друга, чтобы там не было хамства, хулиганских, нецензурных выражений, запугивания. Реклама ненужная, так сказать. Провоцирование самоубийств или каких-то революционных. Вот флешмок. Танцы. Выходите на площадь все и танцуйте. Где-то недавно в каком-то городе, то ли в Перми, то ли в Пензе, где-то молодёжь, вышли и все танцуют. Как красиво. Регулярно везде. Это же хорошо. Все вышли и танцуют. Всем приятно. Но тоже 25 апреля пригласим на Манеж. Перед зданием Манежа. Пусть выходят туда и танцуют. Оркестр будет играть музыку. Вот тебе флешмоб. Но, пожалуйста, без алкоголя, без наркотиков, без табака, без груганий, без оскорблений. Поэтому интернет и цензура уже невозможны. Пожалуйста.